Сегодня вы все были свидетелями церемонии вручения ключей от машин неотложной медицинской помощи Центром первичной медико-санитарной помощи. Этому событию предшествовало решение сессии Одесского городского совета от 12 декабря 2018 года, в котором было принято решение о создании Центра неотложной медицинской помощи в городе. Для обеспечения работы Центра было закуплено 18 машин. Общая стоимость этих машин 6,4 миллиона гривен. Эти машины оснащены всей необходимой аппаратурой и медицинскими лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения. Каждая оборудование машин, оснащение включает в себя электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, все необходимые инструменты, аппарат для ручной вентиляции легких, медикаменты, лекарственные препараты, то есть все необходимые для оказания неотложной медицинской помощи. В Центре неотложной медицинской помощи будет работать диспетчерская. Диспетчерская будет работать в полном взаимодействии с диспетчерской экстренной медицинской помощи по передаче вызовов. Кроме того, будет колл-центр, консультативный центр, куда каждый диссерт может обратиться с вопросом, касающимся здоровья, оказания медицинской помощи. Работать консультативный центр будет в круглосуточном режиме. Кроме того, мы создаем систему оперативного наблюдения или отслеживания ургентных состояний пациентов. Что имеется в виду? Есть пациенты, которые неожиданно могут потерять сознание, неожиданно оказаться в состоянии, когда человек не сможет о себе оповестить окружающих либо Центр неотложной помощи, экстренной медицинской помощи. Сюда относятся пациенты с сахарным диабетом, с эпилепсией, ну и другие категории. У нас будет работать система оперативного отслеживания таких состояний пациентов. Ну и кроме того, транспортный отдел, которым будет включено обслуживание этих машин. На сегодняшний день в город поступает в централизованную диспетчерскую поступает более тысячи вызовов. Из них 70% это неотложные. Наша реформа предусматривает оказание неотложной помощи на уровне центров первичной медико-санитарной помощи. Поэтому экстренная медицинская помощь будет на себя брать экстренные вызовы, а все неотложные вызовы будут распределяться по центрам и будут уходить на каждый центр по территории, по району и передавать нашей диспетчерской неотложной помощи на центры, и пациенты будут получать неотложную помощь. В следующем году мы планируем закупить еще 18 машин для оказания неотложной помощи.